Недействительность сделки, совершенные с целью противной основам правопорядка и нравственности. Комментарии. Сделка, совершенная с целью, запятая за венома противоправной основам правопорядка и нравственности, ничтожны и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученные от такой сделки сторонами, действующими злоумышленно или применить иные последствия, установленные законом. Комментарий к статье 169 ГК РФ Первое. Комментируемая статья закрепляет правовые последствия, совершенные так называемым антисоциальных сделок. Уникальность этого правового явления обусловлена тем обстоятельством, что принцип свободы договора, предполагающим в том числе автономное волеобразование и волеизъявления сторон, ограничивается необходимостью защиты основ правопорядка в случае злоупотребления субъектами гражданского права своей свободой. В соответствии со статьей 30 ГК РФ 1922 года, недействительно считалась сделка, совершенная с целью противный закон и в обход закона, а равна сделка, направленная к явному ущербу для государства. Однако, справедливости ради надо признать, что и дореволюционное российское право не поширяло сделки, противоречащие добрым нравам и правопорядку. Аналогичные нормы, закрепляющие недействительность антисоциальных сделок, содержатся в законодательстве Германии, Австрии, Швейцарии, Испании и других государствах. Первое. Об истории развития Института антисоциальных сделок советским законодательством науки гражданства и права. Например, ХАЙТЭЦ, недействительность сделок по российскому гражданскому праву. 1995 год, С-94-77. Используемое в комментированной статье понятие основы правопорядка нравственности не имеет легального определения. В юридической науке отмечается многосторонность понятия основы правопорядка и неясность термина нравственности. В то же время Конституционный суд РФ полагает, что они имеют вполне определенное содержание. В основном, в своем определении от 8 марта 2004 года Н-226 КСРФ указывает понятие основы правопорядка и нравственности, как всякие оценочные понятия наполняются содержанием в зависимости от того, как они трактуются участниками гражданского оборота и правоприменительная практика. Однако, они являются настолько неопределенными, что не обеспечивают идеальнообразное применение соответствующих законоположений. Антисоциальные сделки, дающие суду право применять данную норму Гражданского кодекса РФ, являются в ходе судопроизводства с учетом всех фактов и обстоятельств характера допущенных сторонами нарушений и их последствий. Пленум высшего арбитражного суда РФ в своем постановлении от 10 февраля 2008 года Н-22 О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 ГК РФ Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснил, что такого рода сделки нарушают основополагающие начало российского правопорядка, принципы общественной политической и экономической организации общества, его нравственные устои. В качестве примеров названное постановление приводит сделки, направленные на производство и отчуждение определенных видов объектов, изъятых или ограниченных в гражданском обороте, соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающие свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан. Сделки, направленные на изготовление и распространение литературы или продукции, пропагандирующие войну, национальную, расовую или религиозную гражданскую войну, сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг. Кроме того, к числу антисоциальных сделок традиционно принято относить такие, которые связаны с совершением преступной преступлений, оплата услуг исполнителя преступления. Передача денег при коммерческом подкупе. Получение денег в виде взятки на действия, сколько без действия в пользу взяткодателя. Важные условия применения коммерческой статьи является то, что противные основам правопорядка и нравственности должны быть именно цель сделки. Важным условием применения комментируемой статьи является то, что противной основам правопорядка и нравственности должна быть именно цель сделки. Как известно, цель, преследуемая мы субъектами, совершающими сделками, всегда носит правовой характер. Приобретение права собственности, право пользования определенной вещью и так далее. Типичная для данного вида сделок правовая цель, ради которой она совершается, называется основанием сделки. Продолжение следует...